Здравствуйте! Сегодня мы находимся в музее воды, но говорить мы будем не о водопроводе и канализации. Мы уже говорили об умывальниках и рукомоях, а сейчас речь пойдет о ведре. Понятно, что вода из них должна была куда-то стекать, и под рукомоями и умывальниками ставились, как правило, вот такие бондарные изделия, ведра. Они были очень распространены на территории России. Ведра, как правило, делали из разных пород дерева. Это могли быть сосны, это могли быть осины. Осины ценились намного больше, потому что досочки, из которых делали ведра, были легкие тогда, и даже женщина спокойно могла поднять такое ведро. Ведро, как правило, опоясано было обручем, причем он мог быть деревянный, как в этом случае, из ива, например, либо железный. И обруч этот нужен был не только для того, чтобы скреплять доски, но и для того, чтобы, когда хозяйка поднимает такое ведро из колодца, ведро, ударяясь о стены, не разрушалось. Сверху у ведра мы видим ушки. К этим ушкам с дырочками крепились ручки. Они могли быть как деревянные, так и железные. Ведро же являлось на территории России долгое время, с 15 века, еще и нервным. Как правило, оно было 11-12 литров, а вообще мерное ведро 12,3 литра, и все мерили ведрами. Таким образом, здесь могли хранить не только воду, но и любые сыпучие продукты, например. Распространение ведра получили на Руси очень и очень большое, и во время археологических раскопок очень часто находят именно их. Позже появляются тазы и заменяют ведра. Понятно, что металлические тазы были дороже, и, конечно, появились они в первую очередь у богатых горожан. В подобных тазах можно было не только умыться или, например, слить воду из рукомоя. Их использовали для стирки, например, для мытья посуды или для того, чтобы сварить варенье. Тазы, как правило, были медные. Вот у нас представлен таз вот такого диаметра, он не очень большой. Были тазы разных диаметров, на самом деле, намного больше, были и меньше. Использовались они вот по назначению. А вот куда попадала вода после умывания вашего личика, это совсем другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова